Запрещено откладывать прощащему сдаку. С особым вниманием надо следить за тем, чтобы обеспечены были те, кто изучает Тору. Например, студенты МЖВ. Вот миллионеры наших общин, нормаши, должны позаботиться о студентах, изучающих Тору, и дать им хотя бы денег на ежедневные обеды. Было бы весьма неплохо. Это все намеки да намеки, как говорится. Ну, учителям тоже рта не загораживает, поскольку языком молотят с утра до вечера. Хорошо. Может ли еврей не сдавать сдаку? Я вам говорю о практическом применении Торы, так как оно идет в еврейских традициях, и так как я считаю правильным. Вы можете решать что-то по-другому. Так, Лада уже ведет запись. Если человек настолько беден, что не в состоянии прокормиться, он освобождается от обязанности исполнить заповедь о дзаке. Обремененный долгами должен сначала отдать долги, а потом использовать деньги на дзаку. Если у вас есть долги, то вы что должны? Отдать долги, потом десятина, потом сдаку? Сначала все равно нужно отдать десятину. Потом отдать долги, потом, если у вас остались деньги, использовать их на дзаку. Хорошо. Можно ли отказываться от дзаку? Желательно избегать принимать дзаку, чтобы не стать обузой для общества. Человек должен соглашаться на самую черную и грязную работу, даже если он великий мудрец или ученый. Но тот, кто действительно имеет право получать дзаку из-за болезни, старости или огромной семьи, отказывается, не имеет права. Если человек беден, то разрушается ему даже субботу нарушать. Потому что есть одна заповедь, высказывание, вернее, еврейского внутреца говорит, что пусть лучше будет нарушена суббота, чем этот человек будет побираться. То есть, если у вас нет другой работы, и вас заставляют работать в субботу, вы лишитесь этой работы. Но вы должны молиться, чтобы вам разрешили в субботу быть свободными, да? Либо молиться о том, чтобы Бог дал вам другую работу. Моя жена иногда в субботу работает, да? Она преподает в музыкальной школе. Поэтому она иногда вынуждена в субботу работать. Но если есть такая возможность, лучше не работать. Но если ты работаешь в субботу не потому, что ты наемный работник, а ты сам бизнесмен и сам содержишь наемных работников, то ты ни в коем случае это не должен делать. Это я буду говорить о следующей заповеди по поводу бизнеса. Дальше. Есть. Да, ну если человек тебе дает чистого сердца, знаете, для мира надо взять. Потому что если вы не берете знаку, это тоже гордыня. Если вы действительно в ней нуждаетесь, вы понимаете. Потому что это гордыня, и вы тем самым мешаете человеку выполнить заповедь. А может быть, эта заповедь необходима человеку, правда? Да. Теперь подарки бедным потори. Подарки бедных потори – это не просто подарки, которые мы хотим дать кому-то, потому что они мне понравились. Это обязательные подарки. Человек обязан отделять подарки бедным от урожая своего поля и от садов. Есть несколько видов подарков. Пеа, лекет, перет, олилот, шиха. Они у вас написаны справа. Это, видите, евреи были сельскохозяйственным народом. Но когда они собирали урожай, значит, часть этого урожая обязательно отдавалась бедным. Вот, как об этом говорит Тора. Ваекра, Левит, 19 глава, 9 стих. Когда будете сжать жатву земли вашей, не завершая жатву края, пеа, пеа означает край, поля твоего и упавшие колоски, лекет называется, жатвы твоей не подбирай. Пеа означает край. Есть еще заповедь, а пеа, если вы знаете, связана со стрижкой. Да? Вот не должен человек стрижаться, как вот подмагиканских этих индейцев. И здесь обрывать виски. Кстати, это именно иденская стрижка. Насчет того, что меня спрашивали, хвостик, ну не знаю. Вот, сейчас, в общем-то, длинные волосы для мужчины не являются признаком женщины. Ну, все-таки, в принципе, евреи так не поступают. Да? Я думаю, что Ешуа не носил сильно длинных волос, как его изображает. Но он не стригся в кружочек, как его изображают свидетели его. Я уверен, что Ешуа носил кипу, и у него были пейсы. Потому что он был традиционно юрейским равеном. И он традиции ни в чем не нарушал. Вот это пеа, край, вот сказано, края бороды не нарушаешь. Что такое край бороды? Некоторые маленькую бородку вставляют. Я, вы видите, вот так, край бороды, да? Вот. И здесь обязательно вот эта часть называется пеа. Множественное число пе-йот. А так как Т переходит, да, в ашкинастское С, получается пе-йос или пейсы. И край поля тоже нельзя сжать, да? Краю поля или у вас виноградник, вы не должны собирать. Если приходят бедные, вот у меня когда-то был свой дом, и там виноград рос, да? И тоже приходили некоторые люди, собирали. Но он не имеет права, что? Забрать в мешок. Вот он должен взять столько, сколько съесть. Вот в руку взял, да? Съел. Потом, если хочешь, может идти. Вот ученики Ешуа шли краем поля. Да, это было нормально. Вот. Кстати, интересная традиция существовала, я сейчас не знаю, существует ли, в Австралии. Австралия скотоводческая страна. Кстати, в Австралии самое большое поголовье верблюдов. Хотя верблюд не австралийское животное. Но в Австралии много овец. И там была раньше такая традиция. Значит, если человек шел, и вот эти участки были огорожены заборами, и бедный человек мог поймать овцу, съесть, но он должен был содрать шкуру, и шкуру повесить на вот распорке на этой изгороди. Потому что шкура для них была более ценная, чем мясо. Не знаю, существует ли такая традиция в Австралии. То есть, вот некоторые христианские страны придерживались тоже этих традиций. Но не придерживались этих традиций в Советском Союзе. Когда за эти колоски можно было попасть в Сибирь. Видите, как интересно. Рут. Рут. Собирало колоски. Рут – это слово маовитское имя. И оно прямого перевода на иврит не имеет. Рут наидише означает радость. Но я у Эрика Принца, не знаю, откуда он взял, но я так думаю, он жил в Израиле и имеет какие-то основания. Так говорить, он переводит это имя Рут как преуспевание. И вот, представляете, женщина, чье имя преуспевание, ходит и собирает колоски. Какое уж тут преуспевание, да? И но благодаря тому, что Баас, во-первых, разрешил ей это делать, да? А во-вторых, она, видите, она и владела этой землей. Это была ее земля практически. Только она ждала 50-го года, да? Когда эта земля будет переходить опять к ней. Потому что помните, когда женился Баас, речь шла не только о женитьбе, но и о земле. Но Баас разрешил ей собирать колоски, даже сказал, что надо оставлять ей побольше. И в результате была благословена и эта женщина, да? И был построен Баас и их потомок Шая. Шая означает «богатый человек». То же самое, что Ришелье. Ришелье – это означает «богатое место». Да, по-французски, да. Поэтому вот наш Рябе Шая, он кардинал Ришелье. Я вам рассказывал вот это, да? А нога от слова «нахал» – это русло. Шай – нога. Если перевести с иврита, это получается русло, по которому течет богатство. Очень благословенная фамилия. Рады? Да. Хорошо. Итак, «пе» и «лекет». Так, кто-то поднимал руку, хотел спросить? Есть понимание Шая совсем негативное. Не слышите? Да, ну, опять-таки, весь вот этот влатной жаргон, да, он переходит от искаженного иврита или от искаженного идыша. Поэтому некоторые вещи действительно как бы звучат для нас непонятно, в общем-то, нехорошо, но в действительности Шая – это богатый человек. И Шая – это что? Божье богатство, богатый в Боге, можно так привести, правильно будет. Итак, первое «пе», второе «лекет» – это колоски. Упавшие колоски, «лекет» – сжатую твоей не подбирай. Ваекра, левит, 19.10. И виноградника твоего не обирай дочиста. Олилот. Олилот. Значит, там сказано «не обирай дочиста», а «не собирай олилот». Вот это «алилот» – это означает отдельные виноградины. Почему «алилот»? Поднимаемые, да? Аллах – это поднимать. И мой дедушка, когда был у нас виноградник, он мне всегда говорил, мой дедушка был такой тайный еврей, очень замаскированный. Никто не знал, что он еврей, я не знал, что он еврей, я не знал, что я еврей. Сами понимаете. Но дедушка мой говорил, не подбирай. Вот упали, упали, не подбирай. Я говорю, ну зачем, они чистые. Они там не в грязи лежат, правда? Все. Упала, не собирай. Нет, почему? А вот так надо, все. Мне никогда ничего не объясняли. Вот так надо и все. Ну надо, так надо. Не собирай, значит, отдельные виноградины. Или там маленькие. Если большая упала гроздь, то вы можете поднять. Если маленьких часть фрагмента рози или виноградины, не собираешь. Дальше. И оставшихся ягод в винограднике перед. Значит, аллелот – это то, что упало и надо поднимать. А перед – это то, что при плоды, да? Перед – плодики, как бы. Плодики. Ну, переводится. При – это плод, да? А перед – это как бы плодики, маленькие плодики. Что это значит? Вы знаете, такие иногда висят в виноградной грозе, которые 3-4 ягоды, да? Вот их не собирают. И не обходи виноградник по второму разу, чтобы собрать то, что забыл. Бедному и пришельцу оставь это. Потом мы говорили, еще десятина, да? Десятина. Дворим, 14 глава, 28 стих. По истечении трех лет возьми свою десятину от урожая твоего этого года и оставь в воротах твоих. Придет левит, потому что нет у него доли и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в воротах твоих и будут есть и насыститься. Это не та десятина, которая дается левиту, который сидит, да, в городе. Да. Нет, это просто, я говорю, о десятине бедном. Сейчас мы дойдем до шиха. Хорошо. То есть, здесь говорится о левите, который приходит к тебе в город и учит тебя торы. Помните, мы говорили, были такие левиты, они не занимались храмовым служением, они не жили постоянно в городах левицких, а именно ходили и учили людей торы. То есть, в данном случае, это говорится о заповеди давать тем, кто учит, да? Как проповеднику, да. А приезжает проповедник, вы можете собрать ему, потому что он тоже ездит, многие часто на свои деньги. Ездят учителя, которые к вам приезжают, тоже часто на свои деньги, вы можете ему дать. Ну, он приходит, он тут кушает, не всегда им подъемные, суточные дают. Вы сами понимаете. Потом, пришелец, пришелец, это иностранец, который не может заработать, потому что он еще и знает языка. Ну, в нашем понимании, это эмигрант, да? Эмигрант. Ну, например, у нас тоже бывают эмигранты, ну, из Чечни, из каких-то Таджикистана, неблагополучных мест, да? Да, беженцы или эмигранты, мы должны, это и есть пришельцы. Сирота и вдова, вы сами понимаете, это люди, которые не могут сами заработать, да? Хорошо. Следующее. Дворим в Таразаконе, 24 глава, 19 стих. Когда будешь сжать жатву свою и забудешь снов поле, вот это снов поле называется шиха, шиха, не возвращайся, чтобы взять его, пришельцу, сироте и вдове будет он. Ну, один забыл колосок, а другой забыл целый снов. Все равно не надо возвращаться, да? Хорошо. 24 глава, 20 стих. Дворим тоже. Когда будешь обивать маслину свою, не обирая за собой оставшихся плодов, пришельцу, сироте и вдове будут они. То есть, что-то ты собрал, что-то осталось на земле, да? Не надо собирать все полностью. Дальше. Опять. Дворим, 24 глава, 21 стих. Когда будешь собирать виноград и жать жатву твою, и забудешь снов поле, это с шиха, да? Тоже не возвращайся, чтобы взять его, пришельцу, сироте и вдове будет это. И еще. Дворим, 26 глава, 12 стих. Когда кончишься деля десятины от всего урожая твоего, в третий год от десятины, дашь ее левиту, свящельцу, сироте и вдове будут есть в воротах твоих и насыщаться. В воротах, я говорил, что это не означает, что нужно сложить в свои ворота. Это нужно, что отнести в то место, где собирают эти поджатвования, да? Итак, ПЭА означает край. Это край поля. Не собирается с края поля, и это должно оставаться при жатве. Размер ПЭА по усмотрению хозяина. ЛЕКИТ – колоски, упавшие во время жатвы. Если, говорят, упало два рядом, два колоска – это ЛЕКИТ. Если больше – уже не ЛЕКИТ. Ну, если там целый пучок, да? Можно взять. А если два и меньше – это ЛЕКИТ. ПЭРЕД – это виноградины. Да? И есть АЛЕЛОТ виноградины, это которые упали. И ПЭРЕД, которые на этих самых. ШИХА, да. ШИХА – это СНОПЫ, забытые в поле. И помните, что еще есть Десятина Бедного. Ее тоже никто не снимал. Как осуществлять благотворительность? Мы можем дать деньги по-разному нуждающемуся. И РАМБАМ. Помните, РАМБАМ очень мудрый был. Мудрец. Я не знаю, когда он успевал все это делать. Потому что он работал где-то больше, чем 12 часов в сутки на своей основной работе. Потом ехал домой. Ему еще приходили на прием люди. Потом он еще ночью писал ТОР. Потом утром опять вставал. И 12 часов у него был рабочий день во дворце. Он служил у султана Каирского. Да, но вот РАМБАМ сказал, что есть 8 типов. 8 типов. И 8 групп. Ну, по своей важности. По своей важности. Благотворительности, да. Самый высокий уровень. Это когда человек поддерживает другого. Когда у него дела пошатнулись. Дает ему подарок. Или суду. Или берет ее себе компаньоны. Или подыскивает ему работу. Чтобы поддержать материально. Чтобы ему не приходилось зависеть от людей. То есть, лучше, когда человек заработает деньги, да. И мы можем ему в этом помочь. Дать суду. Или взять его в компаньоны. Или каким-то другим способом устроить его на работу. Это считается лучше, чем давать сдаку. Потому что если мы просто сдаем сдаку. Мы тем самым можем взрастить паразитом. Правда? А этот человек работает. Но ему трудно. Мы ему должны помочь. Второй уровень ниже предыдущего. Человек дает пожертвования бедным. И не знает, кому он дает. И бедный не знает, у кого он взял. Например, жертвует благотворительную кассу. Бедный приходит. И он не знает. Этот человек ему дал или другой. А я тоже не знаю, кто эти деньги возьмет. Следующий уровень. Каждый следующий ниже другого. Дающий знает, кому он дает. Но берущий не знает, у кого он берет. Ну, например, если человек кладет бедному деньги в дом, когда тот не видит. Ну, взял кошелек и положил в пальто. Сто доллару кому-то. И своих друзей, или знакомых, или бедному человеку. Да? Я знаю, кому я положил. Он приходит, находится у себя в кармане сто долларов. Да? И радуется. Вы понимаете. Следующий уровень. Значит, бедный знает, у кого он берет. Но дающий не знает, кому он дает. Ну, например, человек кладет деньги у порога своего дома. И нищий подходит и берет. То есть, нищий знает, что он взял у этого богатого человека. Но богатый человек не знает. Следующий уровень. Дающий дает бедному деньги до того, как он попросит. То есть, он видит, что человек бедный. Но бедному человеку не приходится унижаться. Не приходится его просить. Еще ниже уровень. Шестой. Когда дающий дает, когда его попросит. Следующий уровень. Дающий дает меньше, чем следовало бы. То есть, меньше, чем мог бы дать, но с хорошей миной. Просит у тебя 50 рублей, ты ему даешь 5. Но благословляешь этого человека. Да? Да, это хорошо тоже. Но следующий уровень дает скрипя сердце, неохотно и берущий это чувствует. Некоторые говорят, что если с плохим сердцем, то лучше не давать. Другие равенны говорят, но все равно же бедные при этом будут сыты. Правда? А в литературе там 12, а не 8. Ну, я про Амбаму. Другие, может быть, другие. Я же не могу все в литературу привести. Правда? Я думаю, что это достаточно. Предостережение принимающим пожертвования. Следует принимать пожертвования только в трудную минуту. Вот сказано, сделай субботу будним днем, но не ждайся в милостиве. Это трактаж шаббат 118. То есть, субботу в таких случаях разрешается нарушать. Это не имеется в виду, что ты сам себе устанавливаешь рабочий день и идешь торговать на базар в субботу, чтобы получить прибыль. Да? Но если ты вынужден работать, и твой работодатель тебе другой работы не дает, чтобы не оставаться безработным, да? Приходится жертвовать даже субботой. Ну, это, конечно, нежелательно, но возможно. Не следует человеку пользоваться тем, что он учит тору. Не делай их, то есть слова торы, венцом, чтобы возвеличиваться ими. Не делай их мотыгой, чтобы копать. А вот четыре. Многие мудрецы еврейские, кроме занятий торы, имели профессию. Шамай, например, был строителем. Это не значит, что он кирпичи на стройке таскал. У него работники были, да, вот как мой прадедушка, который был подрядчиком. Он построил четыре дома всем своим детям. Вот, и обеспечил их, и строил дома. У него была целая бригада. Ну, такой был и Шамай примерно. Или Павел, который шил палатки, да, и так далее. Разные бутрецы. И Шуа кем был? Плотником. Это тоже была еврейская традиция. А то я вот слышал, хорошую проповедь слышал. А, ну да, в это воскресенье как раз и слышал. Хорошую проповедь у нас в церкви. Молодец мальчик, хорошо подготовился. Рассказал про еврейское образование, про три стадии образования. Только вот мне не понравилось, что он сказал так. Говорит, те, которые хорошо учились, да, вот те становились великими мудрецами. И они были, так сказать, на обеспечении. Те, которые учились плохо, вынуждены были зарабатывать. Отсюда, получается, уже раз Ишуа был плотником, значит, он учился плохо. Понимаете? Ну, это понятно. А в остальном он молодец. Умный мальчик, очень хороший. Такой перспективный, растущий. Вот, слава его Господь. Иногда читает проповеди про евреев. Мне так кажется, что хочется в статику еще добавить. Ну, тут, да, на случай очень было хорошо. Но вот такой маленький момент. Не думайте. А то, что, мол, недоучки, значит, они должны были работать. А ученые, они становились великими мудрецами. Не совсем правильно. Хорошо. Дальше. Нельзя обманывать. То есть, притворяться увечным, больным или многодетным. Если в действительности это не так. Учили наши мудрецы. Тот, кто закрывает себе глаз, то есть делает вид, что он слепой. Или выпья через живот. Делает вид, будто он вздулся. Не так, как у меня. От голода живот вздувается. У меня нет голода. Или делает вид, что хромает. Не освободится от этого мира, пока с ним это не случится. То есть, если человек притворяется, да, больным, то он, Бог его сделает таким больным человеком. Интересный случай был с Иоанном Кронштадтским. Я рассказывал о том. Иоанн Кронштадтский, это был действительно замечательный человек. Я считаю, что он был крещен Духом Святым. И в нем проверялись дары Духа Святого. И, кстати, он исцелил бабушку Меня, когда та была больна. Помните, рассказывал об этом человеке. Он обладал даром целительства. И вот какие-то студенты решили им поиздеваться. Один притворился умирающим, двое побежали за Иоанном Кронштадтским. Иоанн Кронштадтский посмотрел, говорит, я за него молиться не буду, и отошел. Я к нему, и его паронизовало. Потом в следующий раз они покаялись. Иоанн Кронштадтский помолился. Помните, Валентин Романович вам рассказывал тоже о таком случае. Один человек пришел и сделал вид, что у него больная рука, да? И над ним помолились, и у него рука так и стала больная. Я тоже знаю аналогичный случай. Человек страдал эпилепсией. Ну, эпилепсия, я вам скажу, не всегда означает надержимость духами. Бывает эпилепсия, например, после черепно-мозговой травмы и так далее. Человек болел эпилепсией, имел группу инвалидности по этому поводу. Но потом был исцелен чудесным образом. Этот случай я знаю. Вот, на конкретно своей церкви, практике своей церкви. Затем, почему? Потому что я работал в диспансере. И я таких больных тоже наблюдал. Смотрел даже карточку его. Ему пришел срок пересвидетельствования. Пришел ему срок пересвидетельствования, и он сказал, что я буду пересвидетельствовать опять. Да? Надо было что? Что значит, я исцелен, да? Он прошел пересвидетельствование, на следующий день у него случился эпилептический препод. И он попал ко мне, когда я в больнице работал. В диспансере, в психдиспансере, когда я еще работал. Я в психоневрологическом здесь работал, в физкультурном диспансере работал. Разный я аудиопатологом был, вы знаете, да? Психоневрологом и наркологом. По совместительству у меня довольно большая врачебная практика была. И иглорефлексотерапия. И много-много чего еще интересного. Так что я вот этот случай точно знаю. Действительно, нельзя притворяться. Потому что Бог, вот, Он тебя именно этим и накажет. И это объективно, это правильно. Дальше следует возвратить деньги, если удастся их заработать. Если обстоятельства бедного улучшаются, он должен постараться вернуть деньги. Ну, если тот отказывается, значит, это его дело. Вот. Ну, не набирать долги, а потом говорить, скажу спасибо я долгам, и никому их не отдам. Да? Вы понимаете. Когда человек берет долг, он должен эти долги вернуть. Значит, в любой еврейской общине есть благотворительная касса. Благотворительная касса имеет разные отделения на разные нужды. Прежде всего, касса пожертвования на невест. Она предназначена для того, чтобы оказать поддержку девушкам из бедных семейств, когда они выходят замуж. Вторая касса для поддержания больных. Ну, вы знаете, что вот касса взаимопомощи – это чисто еврейское изобретение. Да? Следующий отдел, на что, как говорится, касса откладывается – поддержка мудрецов Торы, учителей Ешиев, потом пасторов и так далее. Касса для оказания помощи во время похорон. Вы знаете, похороны – это тоже довольно тяжелое финансовое положение. Многие пытаются похоронить там с почестями, со всякими прибамбасами, а другому человеку просто нечего даже игру купить. И такая же ситуация была перед пришествием Ешио. Когда каждый стремился показать, какие у него пышные похороны. Они еще при жизни устраивали себе… Вы помните, один похоронил Ешио, да? В месте, где он уже при жизни себе присмотрел и построил себе склеп. Вот, ходил, смотрел, как он там будет покоиться и так далее. Но, когда умирал Гелель, помните, учитель Гелель, он сказал, чтобы его похоронили без гроба, завернутый в простой кусок ткани. Который потом стал заниматься, называться саван. Поэтому, по еврейской традиции, ну, сейчас, конечно, евреев тоже хоронят по-разному. Вот, ничего, никаких одежд. Потому что, знаете, бывает иногда, если у хороших одежды, кто выкапывает их потом. Есть такое промысел на кладбищах. Никаких одежд, просто кусок ткани. Потому что человек к собой ничего не уносит. Значит, касса для оказания помощи во время похорон. Дальше, касса для оказания помощи многодетным семьям, новорожденным и маленьким детям. В диаспоре должна быть касса для поддержки бедных в Израиле. Помните, этим занимался, кстати, и Павел. Этим занимались очень многие путешествующие проповедники. Он собирал для бедных, да? Ну, для бедных христиан, естественно, мессианских евреев, можно сказать, которые жили в Израиле. Это тоже очень важно. Раньше существовала также отдельная касса для выкупа пленных. На эти деньги выкупали рабов-евреев у работорговцев и освобождали их. Но в современных условиях это может быть касса для тюремного служения, например. Правда? Это люди, находящиеся в заключении. То есть, могут существовать кассы разного профиля взаимопомощи. Хорошо. Следующее правило. Следующее правило. Это суббота. Видите, как интересно. Я говорю вам не о банковских операциях, да? Я вам говорю о таких вещах, типа, дай, 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 дай. Да. Это что у нас суббота? Четвертый пункт, да? Четвертый пункт, если мы хотим иметь Божий бизнес. Но мы говорили, что суббота, это кроме того, что мы почитаем Господа как Творца, это имеет социальный смысл. Потому что и рабы не работали в субботу, и даже скот не работал в субботу, отдыхал. Вот. То есть, это есть год, который день социальной защиты. И есть субботний год. Помните, евреи 70 лет из-за чего были в плену? Потому что они пропустили 70 субботних годов. И Бог дал этой земле отдохнуть. Хорошо. Я некоторые вещи только напомяну. Иезеки Илья. Нет, Неемия сначала. Неемия, 13 глава, 15-17 стих. Когда евреи вернулись из Вавилонского пленения, они опять взялись за старое. Правда? И Неемия их начал приструдивать. Они грабили бедных. Помните, мы уже зачитывали. Это. И вот в те дни увидел в Иудее, что в субботу топчет точило, возит снопы и навьючивает ослов вином, виноградом, смокуем и всяким грузом. И отвозит в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот день, когда они продавали съестное. И теряне жили в Иудее, и привозили рыбу, и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудея в Иерусалиме. И я сделал выговор знатейших из Иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? То есть, если мы работаем в субботу, или торгуем, или перевозим на базар, да, или с базара, то что это? Это осквернение субботнего дня. То есть, суббота не день торговли. И именно сатан возгодился из-за успешной торговли своей. То есть, можно сказать, что отец нечестной торговли кто? Сатан. Сатан. Из-за чего? Причина именно торговля. Это Иезекиелия, 28 глава, 16 стих. От обширности торговли твоей, внутренняя твоя исполнилась неправда, и ты согрешил, и я низвернул тебя, как нечистого, с горы Божьей, и знал тебя, херуим осияющий, из среды огнистых камней. Значит, рилахла, здесь так, рилхла, рилхла, да, торговля. Значит, из-за какого греха, да, из-за какого греха был низвернул сатан? Из-за торговли, оказывается, да, из-за торговли. То есть, имеется в виду торговля с получением прибыли, да. Хорошо. Итак, что? Временная выгода или вечность, да? Где сердце наше находится? Вот после всего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, продолжает Неемия, это тоже 13 глава, только 19 стих. Перед субботой я велел запирать двери, и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слух моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботни. Мы часто несем на себе проблемы трех дней. Вчерашнего дня, потому что мы что-то сделали не так, огорчаемся, да, и думаем, что мы могли бы поступить по-другому с сегодняшнего дня и с завтрашнего дня, потому что мы боимся, что хлеб подорожает, что будет плохая погода, что-то такое будет, да? Постоянно боимся. И что нужно? Это нести на себе? Оставлять. Где оставлять? В воротах, да? Приходя в Божий дом, оставляйте это в воротах. И поставил, сказано, сторожей, чтобы те, которые заходили в субботу, они все это оставляли у ворот и не проносили Иерусалим. И даже ненужная информация, вот опять-таки мобильные телефоны, я говорю, да? Это то, что мы должны оставить в воротах. Да. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение, то есть Ешо, близко Ешо, и откровение, правда мое. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернений и оберегает руку свою, чтобы не делать никакого зла. Да. Исайя, 56 глава, 1-2 стих. И я хочу вот подробно разобрать еще два места. Еще два места. Значит, есть, там говорится о неевреях, которые могут соблюдать субботу, или о евнуках, которые являются самыми отверженными. Помните, евнух мог войти в храм? Евнух не мог пройти дальше двора язычников, даже если он был евреем. Да, потому что он считался самым таким вот социально неблагополучным человеком. Ибо Господь так говорит об евнуках, которые хранят мои субботы, избирают угодные мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и стенах моих места и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа. Это кто? Это язычники, герей, да? Которые присоединяются к еврейской общине. В частности, к еврейско-мессианской общине. И любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от освирнения и твердо держащихся завета моего. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения и их жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Это вывод. А обычно только употребляется вот эта цитата, да? Опять-таки, когда Иешуа говорил о доме молитвы, да? Он имел в виду не только конкретно маленькую цитатку. Он имел ссылку на вот это место. То есть, самые обездоленные люди. Это кто? Евнухи, люди бесплодные, которые оскопили злые люди или сатан, и они не могли войти в храм, даже если были евреями. Но им дается прекрасное обещание, что им даже будет больше благодати, чем тем, которые природно могли войти в храм, да? Нежели сыновьям и дочерям. И дам им вечное имя. И есть об этом обещание и в Откровении Иоанна, помните? Которое не истребится. Поэтому Бог дает замечательное обещание служить Богу, молиться в чудесном храме для всех, молитвы для всех народов. Это храм сейчас общины верующих Иешуа. Не будет больше бесплодных и отверженных царств Бога нашего. Да? И если говорит человек, что он бесплодный, и он не делает, не зарабатывает ничего, да, то есть он работает, но не подрабатывает, или он бесплодный в своем служении, то Бог дает прекрасное обещание, да? Что он будет плодовитым. И еще один важный стих, Исаия, 58 глава, 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем, чествующим, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословии». Вот здесь показывается, как нужно выполнять субботу. Итак, первое, что нужно. Удерживаться от исполнения прихоти. Да? Напишите. Второе. Быть святым в святой день, потому что святой Господь осветил его. Первое. Удерживаться от прихоти. Второе. Быть святым в святой день, потому что святой Господь осветил его. Сказано. Будешь называть субботу отрадою. Употребляется слово «онек». Есть такое выражение «онек шабс рабат». Это субботнее наслаждение. От рада – радость, наслаждение, увеселение. Русское однокоренное слово «нежица». Нега, да? Нега, нежица, нежный. Следующее слово «чествовать». Чествовать по-русски это означает воздавать честь Богу. В оригинале употреблено слово «кавод». Помните, мы говорили? Это тяжесть, быть весомым, почетным, почитаемым, являть свою славу, являться во славе, вести себя почтенно, чтить, почитать, например, почитать родителей, увенчивать почетом, прославляться, умножаться и, кстати, хвастаться. Кавод. Есть еще такая заповедь, что? Хвастаться, то есть хвалиться Богом. Искал я слово «шалом», у меня где-то 30 с чем-то значений этого слова. Я к серах сделал, одной женщине дал, а оригинал не могу найти, но я вам потом найду. Это очень тоже интересно. Видите, кого-то, кроме этого славы, еще означает прославлять, умножаться и хвастаться. Следующий момент. У меня пункт Е, А, Б, Ц, Д, Е. Не делать своих дел, значит, не делать каких дел? Своих. А Божьи дела? Делать можно. Поэтому левиты, которые сдирали шкуры, то, что запрещено обычно в субботу делать, да? Ешел сказал, что они, левитые священники, делают это, однако остаются без греха, потому что они делают это не для себя, а для Бога. Священники в субботу зажигали огонь в храме, да? Это запрещено делать в субботу. Но минора и жертвенник, да, постоянно огонь там поддерживался. Что это нужно? Значит, это тоже важно, потому что священники это делали, но делали это не для себя. Поэтому Ешел говорил, что их нельзя было обвинять. Следующий момент. Не угождать себе своим прихотям. Здесь слово угождать, в оригинале слово стоит ма-це. Ма-це. Помните, га-мо-це леха минга-арец, да? Значит, угождать, устаёт слово ма-це. Ма-це означает достигать, доставать, быть достаточным, удовлетворять, случайно встречать, находить, приобретать. То есть, мы должны находить, приобретать, не для себя, а для кого? Бога. Да. Прихоть здесь употреблено слово хэфец. Хэфец. Это не только желание, хотение, удовольствие, воля, прихоть. Видите, есть рацион, есть разные синонимы для желания. Да, хамат мы вчера разбирали. В данном случае, хэфец – это не только желание, хотение, удовольствие, воля, прихоть. Но также, дело, вещь, забота, просьба. Видите? Забота и просьба. Заботы и просьбы тоже лишние не должны быть в субботу. Вот на этом основании, в Амиде, евреи пропускают все просьбы. И поэтому остается только семь пунктов Амиды. Помните? Прославление Бога и прославление субботы. Хорошо. И последнее, сейчас еще. Пустословить. Из-за терминального слова – «дивер». Говорить, сказать, разговаривать, беседовать, а также поворачиваться. Это все то, что мы делаем обычно в церкви. Говорить, сказать, разговаривать, беседовать и поворачиваться друг к другу. Делаем мы это в церкви? Делаем. Делаем. Хорошо. А также выгонять, прогонять, гнать, преследовать, покорять и подчинять. То есть, если мы отвлекаемся, если мы беседуем, мы прогоняем от себя Дух Божий. Хорошо.